привет вас нет 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 я в театре не выступал тут некоторыми сказали в театре нет кино тоже не снимался хотя наблюдал как это делают и очень люблю смотреть кино так что я с другой стороны театр не очень сразу хотя действительно свое время перечитал колоссальное количество литературы и смотрел колоссальное количество различных телеспектаклей так что как зритель да практик нет но хочу обратить ваше внимание что ток-шоу хорошее ток-шоу это кино и театр наверно похлеще первый раз я участвовал ток-шоу не угадали и близко еще в 1990 92 или 93 уже не помню когда-то на заре появление украинское телевидение точнее развитие независимого там были попытки сделать боже милостивый во-первых действительно как это все убого смотрелось на старая аппаратура очень ужасно долго все настраивали я после этого понял почему артисты почему звезды действительно требует себе отдельно апартаменты вагончик вы нужно ждать это я был не звезда естественно позвал честно ли мне уже с ним например мне не понравилось что долго поток а вторых черту так шоу а потом ну прошло время да 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 я очень много выступал по телевидению различного интервью это было а потом однажды меня пригласили на ток-шоу канал украина честно говоря я уже название может забыл пусть говорят или что-то типа того это был первый ток-шоу который будет действительно ток-шоу я был как эксперт и тут мне действительно понравилась pumpicion раз организация провокация понравилось действительно интрига и понравилось да действительно, это было что-то с чем-то. Хотя я понимаю, что это действительно шоу было такое, ну, больше, ну, знаете, большая стирка или там, мы говорим, нам говорят, так дальше. Да, 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 это чисто такое бытовое. Не удивляйтесь, я как экономический эксперт объяснял по поводу того, что будет, если вы не погасите кредит. Я же специалист. Да, так что получилось неплохо. Ну, понятное дело, я там был не звезда, так сказать, приглашенный со стороны, звезды были другие. Ведущий действительно молодец, шикарно, шикарно разыграл. Я, честно говоря, ну, я видел за кулисей, понял, насколько это тяжело. Дальше, дальше, да, 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 я экономист, но так получилось, что воли судьбы, я попал на так-шоу, который, да, 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 в Москве. Видел, как это все организовано, и в Соловьево, и не только в Соловьево, на первой кнопке и в Скобеево, и, да, и в Норкино, боже, с многих кого. Там все, ой, балаян был, всяких не запомнишь. Да, действительно, вот, ток-шоу, которое делает Соловьев, это, это представление. Оно ничего общего не имеет из политика, экономика, это, это театр. Театр, фильм, что угодно, но только, я знаю, знаю, а вы слышали, что он там сказал? Я говорю, какая разница, что он говорит? Ну, это то же самое, что вы будете говорить, а вы слышали, что в фильме сказали? Да! Увидели в фильме то, что вам надо. Вот даже сейчас я немножко играю для вас, делаю наголос, это не я придумал, это вот, научился. Вот видите даже, ток-шоу, прежде всего, предполагает, что крик, да, не, 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 это, это, Володя Соловьев, учил, да, мастер, ну, да, должен, и не только, если на ток-шоу нет крика, его никто не смотрит. Вообще, ток-шоу строится по принципу провокации, по этой причине, да, действительно, разные участники, там, действительно, крик, причем, если сказать, целенаправленный крик, когда, вот прям, он ответ, бывает ситуация, причем, довольно часто, ну, не с кем поругаться, не, не удивляйтесь, бывает, бывает, ну, подбирает неудачный, человек не держит удар, ты его провоцируешь, он не может ответить, ты его провоцируешь, он уходит, ну, это же, ну, куда-что годится, мы же должны показать шоу, красоту, вы себе представить не можете, как, действительно, бывало сложно, бьешь по одному, сразу, по второму, да, ведущий вытягивали, вытягивали ведущий, ну, просто вы не помните, было пару передач, когда практически, получалось, я прорикав соловьем, это неправильно, ведущий мне надо прорикаться, ну, потому что он вытянул, потому что он, ну, не было, не было, тут же надо, чтобы было, ну, вы не хуже меня понимаете, что, если люди ругаются, значит, шоу удалось, возможно, вы когда-нибудь слышали, или не слышали, что, в старину, в театре, была Клоака, это специально, специально были зрители, которые создавали шоу в зале, почему, а потому что пришли к выводу, что если нету Клоаки, зрителю, зрителя нет, а когда есть, работает, то же самое здесь, если случаи, когда во время ток-шоу специально разгоняют провокационную тему, постоянно, если случаи, когда специально во время ток-шоу начинают писать пасквили, так, это есть, если все есть, смысл ток-шоу, он строится, потому, чтобы его смотрели, вы вот на сегодняшний момент вряд ли вспомните хотя бы одно ток-шоу, где я принимал участие, о чем я говорил, текст не вспомнил, это нормально, но, вы вспомните скандалы, факт, так оно строится, и вообще, по большому счету, действительно, ток-шоу строится по принципу скандала, и это срабатывает, люди ругаются, вот самая интересная ситуация, вот, как можно его смотреть, он не дает, он перебивает всех, он не дает высказать, ребята, да, смысла нет, то, что там говорят, вы никогда не слушаете, не, вы не поверите, очень часто бывает на то, что действительно, ну, сливают реальную, ну, я бы сказал, секретную информацию, бывает, бывает, если некоторые сенаторы, представители власти, бывает, они сливают, а вы это не замечаете, тупо не замечаете, вы это не понимаете, по этой причине, да, ток-шоу строится по принципу шоу, 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 честно говоря, пытался это сделать в Украине, пытался, много раз, просил, объяснял, рассказывал, сложно, ну, во-первых, не идет контингент, понимаете, я говорю, давайте, давайте, так хотелось это смешно, начинаем, замечательно, и, тут же ведущий делает, не надо, ну, зачем, мы его потом не пригласим, причем он обидится, в шею его, шоу должны смотреть, нет, действительно, если взять, количество просмотров, российских ток-шоу, по-российским, да, и Украине, и украинских, небо и земля, небо и земля, скрываем маленький секрет, это уже не секрет, помните, вот эти были каналы, 112, языки, и так дальше, молодец, в лучшем случае, это полтора процента зрителей, полтора, все, вот сейчас, телемарафон, возможно, вы смотрите, там, ну, бывает, нет, там, в начале было около 5-6, сейчас, около 2%, телемарафон влияет на умы, вы что, издеваетесь, 2% зрителей, смотрит его, и вы хотите сказать, что, вы можете каким-то образом, то кричаться, а 98 не смотрят, это бред, это чушь, не, я понимаю, что телемарафон нужен, денег куда списывать, да, о, день хороший списывается, да, есть, ну, просто телемарафон неправильно сделан, классика, люди смотрят шоу, люди не смотрят, нудные беседы экспертов, это я обсуждал, я про себя, вообще, понимаете, были моменты, когда, ну, не знаю, уже столько было этих всяких, я про себя, расскажите про это, про это, причем, казалось бы, теми, ну, самые, курс доллара, пенсии, зарплаты, все, нэнь, а вот это да, это работа, и по этой причине, действительно, так это срабатывает, по-другому, по-другому, это не работает, по той просто причине, что, смотрите, если вы посмотрите рейтинги телевизионных передач, вы видите, на первом месте, это, да, развлекательный шоу, не, вообще, я точно не, по-моему, в США, вот я не помню, то ли вот это ток-шоу, вот это, до, как опра, 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 по-моему, она, вот у нее самый мировый рекорд, то есть, никто не побил, может быть, можете ошибаться, но то, что в Америке, действительно, ну, телевидение, сделали шоу, это факт, даже сейчас, на сегодняшний момент, вытягивает ток-шоу, ну, вот, по большому счету, почему, люди сейчас, очень активно смотрят, выступление Трампа, это шоу, не, он говорит, полно ханею, околесится, он, он меняет одно, другое, третье, он выступает, выступает, да, и людям это разница, причем, самая интересная ситуация, что некоторые будут голосовать за него, как за артист, да, так оно все строится, так все срабатывает, если людям говорите правду, рассказываете, какие-то факты, детали, им это не интересно, во-первых, правда глаза режет, это действительно, никто не хочет знать правду, ну, что, узнает правду, так что, говорит, я, оказывается, ошибался, да, 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 а вот, когда ток-шоу, там нельзя понять, кто прав, кто не прав, но шума, авантюры, вот это людям нравится, так что, да, на сегодняшний момент, украинское телевидение, очень сильно проигрывает, что нет ни одно ток-шоу, я не говорю, чтобы я там принимал участие, нет, это мне уже, честно говоря, мне уже тогда, всего надо в норм, на каком-то этапе, мне это уже проелось, ну, понимаете, наверное, артистам так бывает, ну, на каком-то этапе, почему некоторые звезды, любят менять амплуа, наверное, вы слышали, что некоторые, маститы, там, артисты, любят менять, то он комедийный, то он драматический, да, я их, я их происходно понимаю, проедается, хочется что-то другое, да, да, но, что есть, то есть, люди, хотят развлечений, а для этого существует политический ток-шоу, который ничего общего не имеет к информации, цифрам, фактам, логике, там это все нет, это просто развлечение, если кто-то говорит, что он хочет что-то узнать, во время ток-шоу, ну, я начинаю троллить, смеяться, и говорю, да, 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 и что ж последний раз вы узнали? Да, можно ли с помощью того, чтобы влиять на умы людей? Нереально. Развлекать можно, влиять. Вообще, по большому счету, вот эти все разговоры, что можно с помощью пропаганды, как-то поменять умы людей? Это невозможно. Абсолютно. Люди, и так, самые умные, если не убью что-нибудь в голову, тебе тупое, то никакое ток-шоу тебе не выбьет. Это факт. А пока что, благодарю за внимание, всего на лучшем. Ну, буду стараться в своем видео, ну, насколько это возможно, обыгрывать вот это вот шоу. Хотя, вы сами понимаете, без классического, ну, партнеров сложно. Я предлагал некоторым, ну, сейчас в YouTube-каналах есть, предлагал, давайте сделаем, ну, по YouTube-то тоже, там есть свои нюансы. Можно. В свое время, мы даже это экспериментировали, когда был коронавирус, срабатывал. Ну, говорит, ну, это, да, я понимаю, это сложней, и это вызывает, некоторые, что надо, контрагентов. Так что, такая ситуация. Ну, что ж, благодарю за внимание, всего на лучшего, и до свидания. Виталий вас. Продолжение следует... Понимаете, для своих это наиболее. Для всех это наиболее. я Карта Ляша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова